Почти полторы тысячи квадратных метров. Склад сверху донизу заставлен упакованным товаром. Но все это не имеет никакого отношения к официальному производителю. В коробках контрафакт. С каждым годом попыток ввести на российский рынок незаконную продукцию, по оценкам самарских таможенников, становится больше. В прошлом году выявили полтора миллиона контрафакта и миллион двести тысяч немаркированных товаров. Продукты питания, обувь или одежда или вот одна из крупнейших партий, задержанных в прошлом году. Здесь почти три тысячи сумок, ремней и рюкзаков известных брендов Кристиан Диорг, Эдвин Кляйн, Бёрбери, Гуччи. Ущерб правообладателю составил почти 175 миллионов рублей. Кожгалантерию нарушитель пытался привезти со стороны Казахстана, но его задержали в районе Большой Глушицы. Сегодня на контроле Самарской таможни не только областные пункты, крупные из которых аэропорт Курумыч и особая зона Тольятти, но и Ульяновская и Оренбургская области. Чаще всего примерно 90% нелегальной продукции везут из Казахстана и Киргизии. Встречаются и другие запрещенные товары. Порядка пяти килограмм наркотических средств, кадеин и марихуана, которые перемещались в международных почтовых отправлениях. Заказаны были через интернет из Испании и в данном случае в отношении молодого человека, который заказывал этот товар через подставных лиц, заведено сейчас два уголовных дела, находятся на рассмотрении. Санкционный картофель, незадекларированная валюта, магазины к автомату Калашникова. Любое подозрение и продукция конфискуется до изучения материалов дел. Контрафакт и запрещенная продукция подлежит уничтожению. Росимущество может отправить на полигон или под пресс, либо сжечь в специально отведенных местах. На время расследования товар находится на таможенном складе. Здесь зависит от сроков расследования, дел об административных правонарушениях, уголовных дел, от сложностей этих дел. Чаще всего от двух месяцев до полгода. Там, где мы не устанавливаем нарушения таможенного законодательства или законодательства Российской Федерации, в том числе и нарушения права на объекты интеллектуальной собственности, мы товар выращаем, и такое тоже часто бывает. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 179 государств. В сфере таможни трудится почти миллион человек. Их задача не только защита интересов производителей и закона, но и, конечно же, потребителей, чтобы на прилавках не появлялись сомнительные и даже опасные для здоровья товары. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.